Фиксики Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Лупа Дело номер один Приступим Так-так Вот и следы преступников Точнее отпечатки пальцев Преступник будет пойман Что это она сегодня на нас не бросается? Может мы стали невидимками? Но я за тебя обижу Симка, Налик, осторожно Тут следы Чьи следы? Какие следы? Шшшш Я расследую преступление А что случилось? Кто-то украл крыло от самолета Но я обнаружил отпечатки пальцев Видишь эти линии? Вижу Ну и что? Так вот У всех людей они разные И по отпечатку пальца Можно узнать Кто его оставил Класс! Давно известно Что у каждого человека Свой особый узор кожи На кончиках пальцев Это используют Для поимки преступников Первое, что делает полиция На месте преступления Ищет отпечатки пальцев Потом сравнивает их с отпечатками пальцев подозреваемого И если они точно совпадают Преступник найдет Этот метод называется Дактилоскопия А еще отпечатки пальцев Сейчас научились использовать Вместо обычных ключей Приложил палец к специальному электронному замку Он тебя узнал И пожалуйста Проходи Между прочим Фиксики Отпечатки пальцев не оставляют Поэтому их не может найти Даже полиция Теперь пустим по следу преступника Собаку Кузачка Нюхай Свет Ищи Ищи Эй Ты чего? Кузачка сломалась Нужно ее починить А вы это умеете? Она же не пылесос Фиксики умеют все Ну почти все Для начала Нужно ее осмотреть Так-так Глаза вроде бы нормальные Хвост целый Уши чистые Да Так Язык розовый Дим Димыч Поставь ее на ноги То есть На лапы Ага Кузачка Ну давай Все понятно Неисправна Передняя Правая лапа Ничего не вижу Может она Где-то внутри Поломалась? Нет Скорее всего В лапе Застряло Что-то мелкое Дим Димыч Где твоя лупа? Вот Чтобы рассмотреть Что-то маленькое Нужна линза Это такое Специальное стекло Выпуклое С обеих сторон Лучи света Проходя через линзу Преломляются Поэтому Если между Маленьким предметом И нашим глазом Поместить линзу То нам покажется Что предмет Увеличился Вставьте две линзы Воправо Вот вам и очки А если к линзе Придевать ручку Получится Лупа А вот и она Заноза Стеклянная Ну-ка Вот и все Вчера в коридоре Лампочка лопнула Наверное Это от нее Кусочек остался Кусачка Ты как? Похоже Починили Федыш Работает Как новая Ой Зря мы ее Увеличили Неблагодарная Смотрите Крыло Нашлось Осталось Еще определить Кто его Под кровать Спрятал А что Показывают Отпечатки пальцев Отпечатки Совпадают Только Чьи они? А ты на свои Пальцы смотрел? Все Отпечатки Мои Наверное Я сам Это крыло Нечаянно Потерял Ха Получается Что преступник Это ты? Ура Преступление Раскрыто Отпечатки 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 Ахахахаха Бумага Что, тим Дивач Цветы Полеваешь? Нет, Нолик Сочинение Пишу Как это? Нам задали Сочинение На тему Как я берегу Только писать надо правду Вот я и пишу правду Поливаю растения Кусачечка Кусачечка, иди-ка сюда Стой! Попалась! Зачем она тебе? Я ее за ухом почешу И напишу, заботюсь о животном Я тоже хочу беречь природу Тогда придумай еще что-нибудь Еще! Можно меньше дышать и беречь воздух Нолик, ты гений! Все, начинаем беречь воздух Три, четыре! Люди все больше Вторгаются в природу И уничтожают ее богатство Они извлекают из земли Руду и нефть Вырубают леса Загрязняют воздух и воду И все это для того, чтобы Обеспечить себя едой И всякими вещами И ведь обидно, что далеко не все, что люди производят Им по-настоящему нужно Порой купят вещь и выбросят почти новую А сколько еды портится из-за того, что ее купили и не съели В общем, если хотите помочь природе Не покупайте то, что вам не нужно И бережно относитесь к тому, что купили И будьте уверены Мы фиксики! Сделаем все, чтобы ваши вещи служили вам Как можно дольше Фу! Все! Можно писать Ага, пиши! Экономлю воздух Сорок секунд Не дышал Что там шумит? Ха! Это я забыл кран закрыть Когда воду для цветов набирал Тим Димыч! А ведь ты только что сберег воду Которой на земле не хватает Точно! Это хорошее дело Запишем Привет! Что делаете? Мы с Тим Димычем сочинение пишем Как он бережет природу Ага! Я уже написал Что? Поливаю цветы Забочусь о животных Экономлю чистый воздух И еще о том Что берегу морковку И никогда ее не ем Особенно в супе Вот морковка здесь Вообще не в тему Ты уверена? Ага Ты зачем листок порвал? Сама же сказала Морковка не годится Буду переписывать Эх! Не бережешь ты природу Что? Да я весь день только этим и занимаюсь Нет Ты не экономишь бумагу Значит ты не бережешь деревья А при чем здесь деревья? А при том, что бумагу делают из них Сначала деревья валят Потом распиливают на части И размельчают в щепки Эти щепки заливают водой Добавляют туда всякую химию И хорошенько перемешивают Получается жидкая клейкая масса Ее сначала подсушивают А потом с помощью вращающихся барабанов Раскатывают в тонкие листы Так и получается бумага И ради этой бумаги приходится все время рубить леса Между прочим Если каждый житель земли Сэкономит хотя бы по листочку Мы спасем целый миллион деревьев Ого! Ну, и какой ты можешь сделать вывод Из моего рассказа? А такой Я теперь сочинения вообще писать не буду Почему? Чтобы сэкономить бумагу И сберечь деревья Вот Ну, Дим Димыч Уважаю Ой Сигнализация Привет! А вот и я Ю-ху! Стоп! А где мой шоколадный заяц? Ты вошел? Да не этот, другой Их два было Мне их вчера подарили Ты уверен, что зайцев было два? Я что? По-твоему, до двух считать не умею? Хм... Тогда одного украли Или... Или... Ах! Ты сам его и съел! Я? И почему же я об этом не помню? А может ты лунатик? Какой еще лунатик? Ну, который ночью Не просыпаясь Встает с кровати Съедает Зайца А потом утром Ничего не помнит Но утром Заяц был еще на месте Да? Хм... Тогда Его взяла твоя мама Ей же не нравится, что ты ешь много сладкого Не нравится Она говорит, что от этого зубы портятся И вот Чтобы спасти твои зубы Она прокралась к тебе в комнату Сохватила зайца И съела его Но ведь мама сама мне этих зайцев подарила Зачем ей их отбирать? Да? Ну тогда я не знаю Я знаю! Зайца стащила кусачка Глупости! Зачем кусачки заяц? Еще скажи Его рыбки украли А что? Мне эти рыбки давно не нравятся Вид у них подозрительный Точно! Это они зайца украли А вас И спрятали у себя в аквариуме Ха-ха-ха-ха Ну ты морик вообще! Вот что, Дим Димыч Нужно спасать оставшегося зайца Правильно! Его надо срочно съесть Пока он тоже не пропал Да погоди! Успеешь еще съесть? Давай лучше мы его На сигнализацию поставим! На что? Сигнализацию придумали для охраны домов, машин и других ценных вещей Самая простая сигнализация Это сирена или лампочка Которые соединяются электрическими проводами с дверьми Когда кто-то без спроса пытается эту дверь открыть Сигнализация включается Сирена начинает выйти, а лампочка мигает А еще сигнализация даже сама может вызвать полицию Супер! Где бы такую сигнализацию достать? Так у тебя же есть электронный конструктор Забыл? Точно! Тащи его сюда! Морик, помоги! Морик, помоги! Тадыщ! Это победный клич фиксиков Когда дело сделано И фиксик гордится своей работой Он восклицает Тыныщ! И выбрасывает вверх руку с тремя топыренными пальцами Вы спросите, что это значит? Все очень просто Фиксики обожают чинить всякие вещи И решать всякие проблемы А что нужно, чтобы решить проблему? Первое, найти неполадку Второе, понять, в чем ее причина Третье, исправить, чтобы все работало Вот так, на три счета Раз, найди Два, пойми Три, исправить Тыныщ! Эх, хорошее слово Смешное И всем фиксикам Очень нравится Ну, Дим Димыч, включай сигнализацию Она сработает? Даже не сомневайся Вы арестованы! Не с места! Кузачка, ты? Зачем тебе заяц? Термос Что же с ним делать? С чем, Дим Димыч? Ой, вы тут? Да с мороженым! Как? Что? Съешь? Нельзя! Дим Димыч, ты не заболел? Нет! Просто это подарок маме Сегодня же восьмое марта Тогда его надо подарить! Мы с папой договорились вместе маму поздравлять А папа что будет дарить? Не знаю Но пока он придет, мороженое растает Так есть же холодильник! А если мама туда заглянет? И найдет! И сюрприза не будет! Эх! Где же его спрятать? Я знаю где! В кабинете твоего папы! Ну и где здесь мороженое хранить? Холодильника тут нет А ты загляни вон в ту коробку Здесь термос Только зачем он будет? В термосе горячее хранят Мороженое в нем точно растает Не растает Термос Это две бутылки, вложенные одна в другую Между бутылками пустота И в этом главный секрет термоса Дело в том, что пустота не пропускает тепло Если внутри термоса горячий чай То пустота не дает теплу из чая уходить наружу А если там холодное мороженое То пустота защищает его от нагрева Термос сохраняет горячее горячим А холодное холодным Все Пойду чуток поиграю И спасибо не сказал, да, Нолик? Ты где, Нолик? Я здесь! Где? В термосе! Как ты там оказался? Как ты там оказался? Хотел засмотреть! Где эта пустота? Ты только ничего там не трогай И не вздумай вязать языком фольгу Язык на морозе к холодному металлу Примерзает Не поняла? Уже прилив? Эх Попробуй облепиться Получается? Эх А если на фольгу подышать? Эх Ладно, жди Я надеюсь, Димычу Эх Зимой весело Новый год подарки, снежки, коньки, санки Но мороз штука серьезная С ним шутки плохи Главное Тепло одеваться Прикрывать голову шапкой, а шею шарфом Тогда и насморка не будет И горло не заболит А чтобы на руках не было цыпок Надевайте варежки И не бегайте на морозе в мокрых ботинках Эдак точно заболеете Да, вот еще что Пожалуйста, не делайте на морозе всякие глупости Не нужно глотать снег Или лизать железные ограды и ручки Язык может так примерзнуть к железке Что ничем не оторвешь Пусть зима приносит вам только радость Дим, девочка Там Нолик примерз Где? В термосе, бежим Потом объясню Пап, ты уже вернулся? Угу Пап, зачем ты мой подарок берешь? Какой еще твой подарок? Ну, этот С какой стати он твой? Эй, мужчины Что это вы там делаете? Уже ничего Я тут сюрприз тебе приготовил Поздравляю с восьмым марта Термос Как здорово Спасибо А что там внутри? Не знаю А там подарок от меня Эскимо Мое любимое Как оно туда попало? Спасибо вам, мои дорогие Ну ты, Нолик, меня напугал Хорошо еще, что ты придумал В винтик превратиться Угу Язык болит Ага Говорить-то можешь На гу Ку, ну и хорошо Давай, побежали А то нам еще Масю С восьмым марта надо поздравить И силу Весы Кусачка, хватит уже А вдруг она ловит что-то важное? Ты чего? Это же собака А вы разве не знаете Что у собак есть шестое чувство? Это как? А так Они чувствуют то Чего не чувствуем мы Надо открыть ей дверь Мы с папой ушли в гости Не забудь покормить кусачку Мама Ой, они же утром говорили А я забыл А ты не верила в шестое чувство? Ага Только у кусачки это чувство голода И сколько корма ей давать? Вот, в табличке все написано На один килограмм веса собаки Один стаканчик корма На четыре Ага Ясно А в кусачке сколько стаканчиков? Ой, то есть килограммов? Не знаю И что делать? Как что? Будем взвешивать кусачку А чем? Весами Они есть у твоего папы в кабинете Точно Идем Слушай, а твоей маме не обидно, что кабинет есть только у папы? Не, мама говорит, что ее кабинет Это кухня А вот и весы Между прочим Люди изобрели такие весы много тысяч лет назад Чтобы узнать вес предмета Нужно сравнить его с другим предметом Вес которого мы знаем Например, нам нужно взвесить арбуз Мы кладем его на чашу весов И она опускается вниз Теперь ищем гирю Которая снова выровняет чашки Так, это тяжеловато А, вот это в самый раз Гиря весит 10 килограммов Значит и арбуз весит 10 килограммов Вот так просто работают весы Ну что, начнем? Кусачка! Прибежит она, как же Ее теперь с места не сдвинешь Я знаю, что делать Держи этот кусочек формы Пока я буду ее взвешивать Быстрее! Тяжелый кусочек! Сейчас! Быстрее! Взвесил! Ровно 2 килограмма Все, можно кормить кусачку Собака весит 2 килограмма Значит, нужно 2 стаканчика Думаете, ваших домашних животных Можно кормить чем угодно? Э, нет! Чтобы они были здоровы Им, как и людям, необходимо Правильно питаться Сейчас для птичек, рыбок, собак, кошек И прочих домашних зверушек Придумали специальный корм В нем смешали все, что нужно вашим питомцам Мясо, рыбу, разные зерна Овощи с фруктами, витамины Такой корм называется сбалансированным Варить его не надо Он уже готов Просто насысть его в миску И ваша собака счастлива И кошка тоже И птичка Ну и рыбка, конечно Только не перепутайте То, что едят собаки Рыбкам не подойдет Каждому животному свой корм Стой! Ну что еще? Как что? Один кусочек убери Она его уже съела Хм, ладно Ну что? Все еще веришь в шестое чувство? Это зачем? Ой, мама звонит Ничего себе! А как кусачка догадалась? Шестое чувство Алло! А ты не верила! Копилка Дим Димыч, ты зачем деньги зря тратишь? Я не трачу А коплю Это же копилка О, еще два рубля Что-то мне ее морда не нравится Подозрительная свинья Ты уверен, что деньги не пропадут? Еще бы! Что в копилку попало? Обратно уже не вытрястишь Ни копейки не отдаст Ужатина! Тебе что, Симка про копилки не рассказывала? Свинью копилку со щелью для монет Люди придумали, чтобы копить мелкие деньги А для крупных денег используют сейф Большой металлический ящик с хитрым замком Такую копилку ничем не разобьешь Самые большие сейфы стоят в банках Где люди хранят свои деньги и другие ценности Там даже есть специальные комнаты-сейфы Их уже даже и копилками не назовешь Это целые копилища! Ты вообще на что копишь? На ролики И много еще нужно скопить? Не знаю В копилку не заглянешь А ты ее открой Она не открывается Ее только разбить можно Ну, разбей Не, жалко Во что я потом копить буду? А вдруг нам уже хватает на ролики? А вдруг нет? Ладно Давай я твои деньги посчитаю Ого! Фим Димыч! Тут такие богатства! Деньги бывают разные Не только монеты Раньше люди расплачивались и ракушками, и беличьими шкурками, и даже перьями попугаев Металлические монеты, конечно, гораздо удобнее Но еще удобнее бумажные деньги Одной бумажкой можно заменить сто монет или даже тысячу Просто на ней нужно напечатать побольше нулей и все А сейчас вообще придумали, как расплачиваться без бумажных денег и монет Если у тебя есть деньги в банке, то можешь просто прийти в магазин, предъявить продавцу свою банковскую карточку и забирать покупку А твой банк потом сам расплатится с магазином Очень удобно Ну что, сосчитаешь? Так Раз Монета Два Монета Стой, Нолик! Какая раз монета, два монета? Ты что считаешь? Нужно не монеты складывать, а цифры на них Да, так бы сразу и сказал Не, я еще так не умею Это я уже понял Вылезай Не могу А ты попробуй лестницу из монет сделать Уже делаю А попробуй наклонить копилку Сейчас Нолик, пожалуйста, потерпи Я тебе сейчас нитку спущу Не застаю Не получается Слушай, Дюмдюмыч, разбей копилку Чего? Копилку разбей Жалко А меня не жалко? Тебя тоже жалко А кого жальче? Дюмдюмыч, ты мне друг? Друг Тогда разбей копилку Ладно, Нолик Приготовься Нолик, ты в порядке? Ты в порядке? В порядке Фух Спасибо, Дюмдюмыч Спасибо Друг Да чего там? Теперь ты можешь посчитать, сколько у тебя денег А, даже и считать не буду И так видно, что на ролике не хватит Правда? Жаль Зато У тебя теперь есть деньги Чтобы купить новую копилку Консервная банка Так Что еще? Фонарик Походе пригодится Слышь, Дюмдюмыч Для меня не забудь место оставить Я тоже в походе пригожусь Не забуду Только папе на глаза не попадись А ты, Сюнки, не проговорись Что я с тобой иду Ладно И, наконец, консервы Привет, Дюмдюмыч Нолика не видел? Не А с кем тогда ты разговаривал? Я? Эм... Просто надпись читал Куда же Нолик делся? Симка А вот Зачем консервы так закрывают Что их даже попробовать нельзя? Как зачем? В консервах самое главное что? Сгущёнка? Самое главное в консервах то, что еда в них долго не портится Ведь от чего начинают гнить мясо или овощи? От того, что в них размножаются вредные микробы. Если этих микробов сначала удалить, а потом не подпускать к еде, то она будет храниться долго. Именно поэтому консервные банки плотно-плотно закрывают, чтобы внутрь вместе с воздухом не попали вредные микробы. Так говоришь, нолика здесь нет. Похоже, и правда его тут нет. Где? Где? Ой, я вспомнил! У меня же еще одна банка есть! Что-то здесь не так. Смотрите, эту консерву мама еще давно выкинула, а я припрятал. Вот и пригодилась. А ты кому сказал, смотрите, мне? Эээ, ну и себе. Нас же здесь двое. Гляди, какая отличная банка! Да не отличная. Постой-ка ее на пол. Видишь? Что? А, ну, кривая чуть-чуть. Чуть-чуть? Да она вздулась. А это значит, что внутри размножились вредные микробы и консервы испортились. Правда? А ты проверь. На банке всегда пишут, какой у нее срок годности. Даже консервы рано или поздно портятся. А что уж говорить о йогурте или молоке. Они могут испортиться всего за несколько дней. Если вы что-то покупаете в магазине, обязательно посмотрите срок годности. Это день, до которого еду нужно съесть, а после которого она может испортиться. Срок годности обычно написан на упаковке или на банке. Будьте внимательны, не покупайте и не ешьте продукты, срок годности которых истек. А уж если банка вздулась, сразу ее выбрасывайте. Будете из нее есть, вздуется живот. Увы, если еда испортилась, починить ее невозможно. То даже фиксики не помогут. Увы, срок годности кончился еще в прошлом году. Значит, правильно маму эту банку выбросила. Ух ты, подберушка, дядя Хрюшка. И сам бы отравился, и папу бы отравил. Да. Остальные-то банки не вздулись? Да нет. Ну, пока. Жаль, что я Нолика не нашла. Ему папу схотел свой помогатор подарить. Не? Ага, попался. Я так и знала, что ты собираешься с Дим Димычем сбежать. Вроде не честно. А прятаться честно. Дим Димыч, ты готов? Готов. Отлично. Тогда вперед. Ура! В поход! Я тоже хотел в поход. Мы тоже в поход пойдем. Честно? Честно-пречестно. По соседнему дому. Видел, какой он огромный? Интернет? А может, это... Не похоже. Скорее... Но, голубчики, зачем звали? Да вот, какой-то неизвестный прибор. Что бы это могло быть? И может, это напольные весы? Или напольные часы? Стойте. А инструкция к этой штуке есть? В том-то и дело, что нет. Непорядок. Что ж, будем разбираться. А с чем это вы тут разбираетесь? Вот это шайба! Прямо для слона! Ха! И название прикольное. Ай-хобот. Хе-хе-хе. Еще бы Эй-хобот назвали. Или вообще Ой-хобот. Ха-ха-ха. Не шумите. Что же это за штука? Непонятно. Может, в интернете поискать? Где? Идите как сюда. Без интернетов обойдемся. Давайте, давайте. Не мешайте. Ну, как хотите. Пошли, Нолик. Сейчас мы все сами узнаем. Так, а как? Так, название помнишь? Ага. Э-э-э... Ой, хобот. Нет. Эй, хобот, прыгай. Хап. Ты не Эй. Ой, ай-хобот. Точно. Вот он. Робот-пылесос. Он что? Сам пылесосик? Если робот, значит сам. Класс. Чего? Только у Дим Димыча в компьютере нет. Нолик. Это не у Дим Димыча в компьютере, а в интернете. Со своего компьютера ты можешь послать письмо на другой компьютер или можешь с другого компьютера скачать к себе песню или фотку. Это возможно потому, что большинство компьютеров в мире связаны между собой в одну огромную паутину. Это всемирная паутина и называется Интернет. Благодаря Интернету мы можем заглянуть в любой уголок мира и найти информацию о чем угодно. Это электронная овощерезка. Нет, это принтер для круглых листов бумаги. Чепуха. Дедов, мы узнали, что это. Опять вы. Не мешайте взрослым. Сейчас покажем. Нолик, включай. Что включай? Даже не думайте. Три, четыре. Ух. Играй. А-а-а, помогите. Ой-ой-ой-ой, а-а-а. Держитесь. Что это было? Это робот-пылесос. Он сам убирает. И где вы инструкцию нашли? В Интернете. Раз и готово. Прямо-таки раз и готово? Ага. Хотите, покажу? Покажи. Ну, давай. Что? Ага. В интернете. Я с вами. Сколько весит слон, сколько весит слон, сколько весит слон, где узнать ответ? Весит он пять тонн, весит он пять тонн, Весит он пять тонн, скажет интернет. Весит он пять тонн, весит он пять тонн, Весит он пять тонн, скажет интернет. Чтоб послать привет, чтоб послать привет, Чтоб послать привет и получить ответ. Пишем письма мы, пишем письма мы, Пишем письма мы через интернет. Пишем письма мы, пишем письма мы, пишем письма мы через интернет Что, когда и где, что, когда и где, что, когда и где, нужен нам ответ Все всегда везде, все всегда везде, все всегда везде знает интернет Все всегда везде, все всегда везде, все всегда везде знает интернет Детектор лжи Симка, тише. Я в засаде. А кого караулишь? Тим-Тим и Тя. Мы поспорили, что он не сможет без телевизора три дня прожить. Да? А можно? Я в засаде. Симка! Ага! Попался! Что? Кто? Ты проиграл, Дим Димыч? Скажешь, нет? Нет. Это почему? Потому что я... Я не Дим Димыч. Что? Я его брат. Вот загнул. У Дим Димыча нет братьев. А я твой родный. А почему тогда вы так похожи? А у нас мамы-близнецы. И как тебя зовут? Меня? Э-э-э, Сан Саныч? А вы вообще кто такие? Как это кто такие? А хорошая комнатка у Дим Димыча. Не верю. Врешь ты все. А может не вру? А может не врет. А мы проверим. Как? Как? На детекторе лжи. Детектор лжи – это такой прибор, который помогает определить, правду говорит человек или нет. Потому что когда человек лжет, он хоть немного, но волнуется. Даже если это и не видно, все равно. У вруна чаще стучит сердце, он нервно дышит, потеет и так далее. Вот такие мелочи и замечает чувствительный прибор. Детектор лжи разоблачает обманщиков. Такого же нет детектора. Зато мы знаем, как он работает. Или боишься, Дим Димыч? Ты что делаешь? Слушаю пульс. Зачем? Чтобы узнать, как часто бьется у тебя сердце. А он? Он следит, как часто ты будешь моргать. А яйцо зачем? А это африканский метод. Когда человек врет, у него рука сама собой сжимается, и яйцо лопается. У меня не лопнет. Посмотрим. Чего только не придумывали люди, чтобы узнать правду. Например, в древнем Китае человеку давали подержать во рту сухой рис и при этом сообщали, в каком преступлении его обвиняют. Потом проверяли рис. Если рис оставался сухим, человек признавался виновным. В Древней Индии, отвечая на вопросы судьи, человек должен был стучать в гонг. Если он начинал стучать громче, то считалось, что он хочет скрыть правду. А в Европе, если один рыцарь обвинял другого во лжи, они просто дрались на поединке. И кто побеждал, с тобой и правда. Да, скрыть правду нелегко. А узнать ее еще труднее. Отвечает кратко. Да или нет? У тебя две руки. Они видно? Да или нет? Да. Ты, девочка? Чего? Да или нет? Нет. Что за дурацкие вопросы? Это мы проверяли, что будет, если ты будешь честно отвечать. А теперь скажи, кто такие фиксики? Знаешь? Нет. Ой, то есть да. Пульс очищается. Ты Дим Димыч? Нет. О, как пуль застучал. И глаза заморзали. А про фиксиков от кого узнал? От Дим Димыча. Не мог он про нас рассказать. Это секрет. Мог. Врет. Не вру. Врешь. Ага, лопнул лицо. Сдавайся, Сан Саныч. Ладно, Дим Димыч я. Да ты ищ. Неужели по пульсу можно узнать, что человек говорит неправду? По пульсу можно. А вот поезу навряд ли. Так вы меня обманули? Не тебя, а Сан Саныча. Ну, узнаете. Вас надо самих надо как-то для лжи проверять. Ха, еще чего. Лучше готовься исполнять желание. Пари-то ты проиграл. Карамель. Ну и Синяк. Дим Димыч, ты что, с лестницы упал? Я с Васькой подрался. Ух ты. Фу. А из-за чего? Поспорили, кто круче. Гонщик или боксер. Конечно, гонщик. Вот. И я это говорил. А Васька доказывал, что боксер. Ну и? Ну и доказал. Не видишь? Кулаками ничего не докажешь. Тоже мне профессия. Боксер. Боксер. Вот у твоего папы классная профессия. Журналист. Ездит по разным странам. Привозит всякие смешные вещи. Его по телеку показывают. Нет. Что нет? Боксер круче. Боксеров все боятся. Не грусти, Дим Димыч. Съешь конфетки. Я придумала. Дегустатор. Вот лучшая профессия. А что он делает? Дегустирует. Ну, то есть пробует всякую еду и питье. А зачем? Ну, чтобы узнать, вкусная еда или нет. И из чего она сделана. Супер. Вот это профессия. Только быть дегустатором не все могут. Я могу. Проверим. Ну-ка, открой рот и закрой глаза. Попробую узнать, из чего начинка у этой карамельки. Клубничная. Правильно. Молодец, Дим Димыч. А это? Апельсиновая. И неправильно. Лимонная. Да, Дим Димыч. Чтобы стать дегустатором, тебе еще надо потренироваться. Я готов. Малиновая. Угадал. Симка, а почему сама карамелька жесткая, а начинка внутри жидкая? Не отвлекайся от тренировки. Карамельки делают так. Сначала варят густой и сладкий карамельный сироп, тянучку. Из тянучки тянут трубочки, похожие на макароны. Трубочки остывают и начинают твердеть. В этот момент в них закачивают жидкое фруктовое повидло и режут на кусочки. Главное делать все быстро, пока тянучка окончательно не затвердела. Получаются карамельки. Снаружи твердые, а внутри мягкие. Вроде клубничная, но я уже не разбираю. Ой! Что такое? Суп! Мне показалось или кто-то кричал? Ммм! О, понятно. Ну что ж, пойдем посмотрим твой зуб. Наверное, самая вкусная в мире профессия – дегустатор. Дегустатор пробует разные сорта сыра или шоколада, сравнивает и определяет, какой сорт вкуснее. Дегустирует все, даже вон. Она ведь тоже разная. А еще есть специалисты, которые не едят и не пьют, а только нюхают разные запахи. Ну, например, дезодоранты или духи. Не каждый человек может стать дегустатором. Ведь, чтобы хорошо различать вкусы и запахи, нужно иметь тонкое чутье. А еще нужно знать меру и не наедаться до отвала, а то всякое чутье пропадет. Поэтому дегустаторы пробуют все по маленькому кусочку и маленькому глоточку. Поведула у Вадима Димыча, что у него мама – зубной врач. Да уж! Сейчас она ему этот зуб быстро вылечит. И вернется Дим Димычу же без зуба. Ну что, вы тернула? Нет, просто дала лекарство пополоскать. А зуб болит? Немножко. Да, теперь я точно знаю, кто круче, чем боксер. Кто? Зубной врач. Зубных врачей даже боксеры боятся. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Тебе-большой секрет. Фиксики? Большой-большой секрет. Большой-большой секрет. Забегия часы, кроме того.